спасибо всем кто пришел надеюсь кто-то пришел из тех людей кто был вчера вообще замечательно кто не был вчера на моей лекции вообще уважуха вот сегодня расскажу про то какие методы в астрофизике есть для поиска других планет экзопланет планет которые вращаются вокруг других звезд не нашего солнца точнее расскажу про несколько основных методов это в принципе все что нужно знать но как и вчера и как и всегда мы должны начать с тех азов которые все конечно знают но забыли со времен школы и давайте о них вспомним если мы хотим найти любую планету около другой звезды у нас есть один пример с которого нужно начать нам нужно понять наш дом то есть солнечную систему и дальше уже отталкивать от этих знаний искать что-то похожее в нашей галактике что же мы знаем о нашей солнечной системе находится в галактике млечный путь примерно вот в этом месте не очень близко к центру галактики ближе к периферии если быть совсем точным то расстояние до центра галактики свет и спущенный солнцем допустим преодолевает за двадцать семь тысяч лет отсюда и такая единица измерения расстояния световой год для тех кто не был вчера на моей лекции или не или забыл один силой год это расстояние это не время расстояние которое свет самое быстрое физическое явление во вселенной проходит за один календарный год на земле в центре нашей солнечной системы находится солнце кстати вопрос какая самая близкая звезда к нам правильно солнце вопрос который всех всегда ставит в тупик никто не знает нет для астрофизиков то есть для всех вас кто присутствует сегодня в зале если вам интересно здесь некоторые подробности о нашем солнце совершенно непонятные вам слова наверное но это важно в общем вот все вот эти слова и цифры которые здесь написаны говорят только об одном о том что наше солнце это совершенно заурядная звезда коих в нашей галактике только несколько сот миллионов абсолютно ничем не выделяющийся на фоне большинства это если кто-то считает что мы находимся в каком-то выделенном месте во вселенной то извините но это не так ничего особенного в нас нет продолжим у нас есть солнечная система в которой было 9 планет стало 8 пока что 8 кто может сказать как называются вот эти маленькие планеты которые находятся ближе к солнцу нет не название правильно это планета земной группы они характеризуются тем что у них есть твердая поверхность мы можем стоять и прыгать саша молчи как называются остальные планет газовый правильно вот тут еще есть подразделения нептун и уран они ледяные газовые гиганты но это не не столь важно они в основном состоят из газа у них нет твердой поверхности если вы туда попадете будет печально для того чтобы вообще оценки расстояния в астрофизики очень важно она дает нам возможность измерять все остальные величины и жутко необходимо ученым в солнечной системе существует свои отличные от привычных нам единицы измерения расстояний называется одна астрономическая единица равная примерно 150 миллионам километров это среднее расстояние от земли до солнца размер всей нашей солнечной системы порядка 30 астрономических единиц умопомрачительная величина четыре с половиной миллиарда километров чтоб вы знали это ничто по сравнению со всей вселенной я же не говорю ну из галактика и вселенной тем более еще один удар по тем кто считает что мы живем в каком-то выделенном месте мы очень маленький и так на протяжении веков люди пытались понять то место в котором мы живем пытались наблюдать за движением планет на небе и в какой-то момент иоганн кеплер известный астроном средневековый наблюдая за движением планет буквально у него даже телескопа не было на тот момент он пользовался в том числе там астролябий примитивным инструментом для измерения движения планет и записывал все в тетрадочку на протяжении по моему если не ошибаюсь 20 или 30 лет очень за большим количеством наблюдения все это записывал на основании этого он вывел три закона три основные закона которым подчиняется движение планет в нашей солнечной системе нам нужно знать вас для этой лекции 32 закона из трех первый люди все слова то что там орбита каждой планеты это эллипс центре лежит солнце сейчас поясним что это и третий закон очень сложно написанный сейчас тоже поясню итак первый любая планета вообще любое тело в нашей солнечной системе кроме комет она движется по эллипсам у эллипса как вам известно из школьной геометрии два фокуса один здесь другой здесь в одном из них находится солнце в другом из них находится что правильно ничего вот и любая планета летает вокруг солнца третий закон который здесь вот так вот страшно написано математической формулой просто говорит о том что период который необходим то есть время необходимая планете чтобы совершить оборот один оборот вокруг солнца его квадрат равен кубу большой полуоси его орбиты вот ее орбиты ну то есть вот этому расстоянию это было был фундаментальный закон он принес известность агану кеплеру но по сути для будущей астрофизики он у каша хорош он позволил много открыт но не до конца пока не пришел один очень известный всем молодой человек это вот это очень плохо ладно сейчас расскажу чем а я и исаак ньютон и заберут но не забрел он открыл закон всемирного тяготения который позволил во первых обобщить законы кеплера добавив массу тел участвующих в движении вокруг солнца и тем самым из-за того что была добавлена гравитация люди впервые сумели построить абсолютно точные модели движения их объектов вокруг солнца их орбиты элементарная математика позволяет вам вычислить траектории движения любых планет здесь к сожалению была анимация почему-то там работала здесь нет я объясню что здесь показано вы мне скажете что вы верите тому что я говорю на самом деле показано следующее это важно к сожалению я извиняюсь что такая техническая неполадка дело в том что гравитационное взаимодействие двух тел возьмем два тела это очень простой пример два тела когда вращаются они вращаются не просто там одно вокруг другого как кажется особенно если одно тело более массивное они вращаются вокруг так называемого общего центра масс то есть точки которая на самом деле не лежит в центре более массивного объекта соответственно несмотря на то что вам издалека будет казаться что планета вращается вокруг солнца вот так а солнце на месте стоит на самом деле солнце совершает тоже небольшие вращения вокруг этой точки называемой общем центром масс здесь показано скажите вы верите вот отличие пойдем дальше дальше это то что вам нужно знать о нашей солнечной системе о том как планеты в ней летают вокруг солнца перейдем к планетам вокруг других звезд и здесь нельзя не вспомнить о итальянце giordano bruno который известен чем подскажите ну это да ну тогда многие много людей сожгу сожгли на костре мы их всех не знаем поддерживал теорию как земля вращается вокруг солнца ну коперника при этом не сожгли несмотря на его тюрьме нет коперник такого никого не говорил коперник наставил на своих убеждениях не это галилей может я так понимаю что из-за темы лекции и месту что жердана бруно предложили что есть другие миры около других звезд правильно джердана бруно был ну для своего времени ну наверное он был психом потому что в тот момент когда власть церкви средневековой европе была абсолютной и людей убивали направо и налево за любое сказанное слово непонятно по какой причине но джердана бруно понял то чего вообще никто не знал и он наверно сам даже не понял что он понял что во вселенной есть гигантское просто бесконечное количество других миров звезд таких же как солнце вокруг которых вращаются другие планеты ну ну я же говорю нужно было было быть психом чтобы публиковать книги об этом в средневековой европе собственно по это за это он и поплатился вот тут есть отличное творение ивана бунина небольшой параграф потом после лекции захотите найдите ваше творение так как же найти эти планеты нет не закончить так же как товарищ бруно есть несколько методов я переведу только самые основные один называть первое называется эффект доплера цифру запомнить и здесь как всегда не обошлось без русских как павел чехов в звездном пути всегда любил говорить все изобрели русские здесь было то же самое отто людвигович струве известный астрофизик он был выходцем из российской империи даже свое время он участвовал в армии деникина а потом бежал со всеми на пароходе из крыма и в итоге осел в америке и стал получил образование не помню по моему стэнфорде и стал астрофизиком так вот он выдвинул идею которая сводится к следующему вот его статья для тех кто забыл английский напомню что если ну здесь написано что я сокращу убрав все ненужные слова суть в том что на тот момент когда была выпущена эта его статья он говорил о том что без с учетом современных на тот момент технических свойств средств легко можно открывать детектировать планеты вращающийся вокруг других звезд которые по массе примерно в 10 раз больше чем юпитер юпитер это самая большая планета в солнечной системе и для этого он предлагал использовать эффект доплера кто знает саша молчи что такое эффект доплера хорошо для тех кто не знает кому большинство сейчас объясню но обещание я потому что все устали уже меня слушать объяснить другой известный физик да а кого шелдон ориентирует он эффект доплера да это изменение частоты принимаемых волк при относительном движении источника и приемника а то я вижу конечно прямо сейчас вижу это эффект доплера ну ладно я пока в душ а вы ребята чувствуйте себя как дома видишь люди видят его и так стало яснее да как шелдон купер сказал эффект доплера заключается в изменении частоты наблюдаемых волн то есть световых или звуковых при относительном движении источника этих волн и приемника я очень надеюсь что в отличие от предыдущих слайдов сейчас анимация включится не включилась хорошо тогда будем работать с аналогиями и надо аналог аналогии лучше вот смотрите я стою здесь да вот представьте что на мне резиновый пол не на мне а подо мной если я прыгаю то по нему начинают идти колебания волны расходятся если я стою и прыгну концентрические волны спокойно пойдут во все разные стороны если же я побегу по этому полу то от меня все еще будут исходить колебания но так как я бегу в эту сторону здесь колебания будут рождаться быстрее расстояние между двумя отдельными колебаниями будет меньше а сзади естественно больше ну я бегу в эту сторону и вот это вот из-за того что здесь будет уплотнение колебания это называется изменение частоты то есть часто здесь становится больше а сзади меньше надеюсь понятно и это собственно и заключая в этом заключается эффект доплера теперь все то что я сказал давайте применим к поиску экзопланет у нас есть земля с которой мы наблюдаем за какой-то звездой а теперь вспомните что я объяснял вначале звезда и ее планета вращаются вокруг общего центра масс звезда тоже немножко колеблется по какой-то маленькой очень маленькой орбите и это здесь показано вот планета вращается вокруг звезды и звезда колеблется когда звезда по своей траектории приближается немножко к нам к на к лучу зрения направленным направленному на нас то чистота света то есть частота волн который мы принимаем она увеличивается соответственно когда она от нас удаляется для волны растягиваться частота уменьшается как это детектировать очень просто у нас есть звезда у нас есть так называемый спектрограф по на это не что иное как призма которую ньютон использовал еще 17 веке это устройство пропускающая через себя свет белый свет от звезды а потом свет разлагается на так называемый спектр в частности на радугу который все видят вот я думаю через послезавтра когда дождь закончится в эфире тираду вот но естественно можете продолжить этот ряд на других в длинах волн там в инфракрасном диапазоне ультрафиолетом в любом и в итоге вы получите такую картинку с называемым спектром звезды в этом спектре вот здесь вот черные линии это своеобразный паспорт любой звезды или вообще любого объекта во вселенной он эти линии ответственны за атомарные переходы в элементах из которых состоит звезда кто не понял что искал по сути это рассказывает о химическом составе звезды но главной особенностью является то что у каждого элемента вот одна линия там ну на самом деле много но возьмем одну эта линия относится к одному элементу скажем к водороду и она появляется только на одной длине волны всегда мы в лабораторных условиях знаем все эти линии для всех элементов не слушать этот человек я рассказываю лучше все что я рассказывал до планета вращается вокруг звезды звезда по своей орбите у вас меняется частота сейчас появится картинка спектр звезды с линиями если бы звезда не двигалась он бы был статичен статус мастер здесь здесь он да я манг спектр манг 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 вы видите что эти линии начинают двигаться туда-сюда и по смещениям этих линий По смещению этих линий в спектре, а смещение, чтобы вы понимали размер этих смещений, это примерно 1 метр в секунду, ну чуть-чуть больше. По астрономическим меркам это ничтожные величины, и на самом деле астрофизики могут их замечать. И вот чем больше это смещение, вызванное движением планеты, возмущениями гравитационными от планеты, тем больше определяется масса этого объекта. С помощью этого метода можно определить массу планеты или угол наклонения ее орбиты, потому что планеты не всегда точно перпендикулярно оси вращения летают. Они могут чуть-чуть, их орбита быть наклонена. Это все влияет на этот эффект Доплера. Второй эффект называется транзитной фотометрией. Опять же, я плохо это все объясняю, лучше вам объяснят вот эти люди. Я в полной жопе. Не ваннуйтесь, я все исправлю. А теперь я картине. Гав, гав. Я собачка. Отстой. Подожди, я только разминаюсь. Ребята по местам. Кёрл Харбор, 7 декабря 1941 года. Это был обычный мирный день, как труп нападения японцев. Никто и не ожидал. Бонзай. Ты, там в Харборе не было крокодила. Да, ну военные корабли, это так скучно. Так работать. Али. Ну, мне надо дальше продолжать объяснять, или так понятно все? Ну, лучше скажите. Хорошо. Для тех, кто хочет услышать и меня тоже. Суть в чем? Вот, давайте так, вы все астрофизики. А я звезда. Вот. У меня есть планета. Ну, вот она невидимая пока, но она вращается вокруг меня. Я, как звезда, свечу свою энергию, вот отдаю во Вселенную. Вы ее принимаете. То есть свет от меня. Для вас вот кажется, что вот постоянный свет, да, вот от меня исходит. И тут вдруг сзади меня появляется планета. Она потихоньку идет, идет, идет. И выходит на луч зрения между вами и мной, звездой. И эта планета затмевает часть света. Если вы будете просто записывать, ну, или ручкой, но лучше использовать компьютер, если вы будете записывать зависимость количества света, которое вы получаете от звезды, от времени, вы увидите следующую картину. Вот простая конфигурация. Одна звезда, одна планета. Здесь показана, собственно, эта зависимость. Свет от времени. Мы находимся здесь. Смотрим отсюда. Вы видите, что когда планета проходит перед нами и звездой, в графике образуется такой провал. Можно посмотреть и на такие конфигурации, когда у нас есть две планеты разного размера. То есть большая и маленькая. Как будет выглядеть разница в этих графиках? Здесь, и так как размер больше, больше света блокируется, этот провал больше, ну, а здесь, соответственно, меньше. И, например, такая конфигурация, когда у вас в системе есть несколько планет разного размера. В итоге вы можете получить график вот на вроде такого. Одна звезда прошла, одна планета прошла. Вторая, третья. И у вас получается такой замысловатый график. Ну, конечно, я хочу вас всех и горчить. В астрофизике таких красивых графиков не бывает в принципе, потому что мы имеем дело с очень большими шумами. Сигнал обычно очень-очень-очень маленький. Поэтому тут всякие такие колебания, возмущения, которые астрофизики убирают, проводя часы за компьютером и так далее. Как легко догадаться, этим способом можно определить размер, то есть радиус планеты, который движется вокруг звезды. Но здесь нужно сделать небольшое отступление, заключающееся вот в чем. Ни один из этих методов абсолютно 100% вероятности детектирования планеты вам не даст. Потому что это может быть какая-то систематика в ваших данных, что-то пошло не так, какие-то ложные позитивные данные. И поэтому, когда открывают кандидатов в планеты с помощью одного метода, обычно используют другой метод, чтобы подтвердить этих кандидатов. Так вот эти два метода, о которых я рассказал, они обычно используются друг с другом. И если их использовать, реально там будет сигнал от планеты, то можно с помощью эффекта Доплера измерить массу планеты, с помощью транзитного метода измерить радиус, и мы получим плотность. Потому что плотность – это масса делить на объем. А если мы знаем плотность, то что мы можем сделать? Какому-то классу. Правильно. Если плотность большая, значит, эта планета, скорее всего, имеет поверхность плотную, каменистую. Если же плотность маленькая, скорее всего, это газовый гигант. Иногда мы можем определить и состав атмосферы, но это очень в редких случаях. И смысл в том, что когда планета проходит между нами и звездой, лучи света, проходящие через атмосферу, если она там есть у планеты, они там поглощаются. И вот по этим поглощениям, если мы поставим там спектрограф, и посмотрим, где эти поглощения, мы можем, в принципе, определить состав атмосферы, есть ли она там вообще. Обычно она там находит какие-то водяные пары, если они есть. Вот. На конец-таки третий метод, который называется прямым наблюдением. Тут я не буду показывать никаких фильмов, это и так понятно. Обычно это используется для очень близких звезд. Вот, допустим, есть такое изображение звезды. Очень ярко, но при этом подверженное большому количеству шума. Но это не важно на самом деле. Вы видите здесь планету на этой картинке? И я не вижу. Но астрофизики придумали отличную штуку, называется кронограф. Это такая штучка, которая ставится в телескопе, она закрывает диск звезды, видимой. Если мы это сделаем, мы это сделаем, то мы видим совсем-совсем тусклый отраженный свет, который исходит от планеты, которая находится рядом со звездой. Вот примеры открытых планет таким способом. Здесь даже есть газопылевой диск вокруг планеты, вокруг звезды. Вот тут звезда была, ее закрыли. И вот эта точка, это планета, которая вокруг нее вращается. И здесь то же самое в этой системе. Здесь звезда находится, а здесь несколько планет. Да, это сделано в инфракрасном диапазоне. Подытоживая эту часть моего рассказа, я покажу вам такую страшную картинку, которая просто показывает количество открытых планет суммарно и каждым из методов с момента, когда самая первая планета была найдена в 1995 году. Ничего непонятного из этого графика, поэтому я вам покажу вот такую упрощенную версию. То есть на данный момент примерно нам известно 3,5 тысячи планет, вращающихся вокруг других звезд. Они в основном это большие газовые гиганты, просто по той причине, что их гораздо легче находить. Но также мы знаем почти 800 штук планет, которые, наверное, похожи на Землю, но в несколько раз их размеры больше, чем у нашей малютки Земли. 361 планета, ну такая каменистая, похожая, наверное, на Землю, но меньшего размера. Ну и 13 мы не знаем. Вот. Так как мы хотим найти вторую Землю, то нам нужно понять важные вещи, то есть где может быть жизнь. Поэтому чуть-чуть в конце я расскажу о зоне обитаемости. И вот вам следующий вопрос. Я не буду спрашивать, что это, я надеюсь, все понимают, что это Земля. Кстати, фотография сделана с помощью российского спутника Электро-Л. Почившего уже, да, по-моему? Вроде да, второй работает. Ну, второй работает. Ну, да ладно. Что самое главное вы видите на этой фотографии? Много воды. Правильно. Вода. Вот, вода. Почему вода? Потому что вода – это своеобразный, ну, вот, не своеобразный, это есть катализатор в многих химических реакциях. Это необходимый элемент для существования жизни. Одно отступление. Жизни такой, какой ее знаем мы. Мы не знаем другой жизни, кроме как похожей на наши, которая находится на нашей планете. Да, возможно, где-то, как и во всех фантастических фильмах, о которых люди разговаривают там внизу, существуют какие-то другие силиконовые, ой, не силиконовые какие-то, ну да, кремниевая жизнь, какие-то непонятные амебы. Но мы знаем только один вид жизни. Поэтому логично, что мы ищем следы такой жизни. Соответственно, нам нужно найти воду на других планетах. Так вот, собственно, это и является определением такого понятия, как зона обитаемости. В самом простом понимании, зона обитаемости – это та область вокруг звезды, любой звезды, в которой вода на поверхности планеты может находиться в жидком состоянии. Ну, потому что если это лед, то лед сложно использовать для жизни, но тем более газ. Вот, к примеру, как это выглядит в нашей Солнечной системе. У нас есть Солнце. Дальше у нас что идет? Какая планета? Меркурий. Саша, молчи. Венец. Меркурий. Дальше? Венец. Дальше? Марс. Земля. Земля, дальше Марс. А потом? Юпитер. 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 И дальше все остальные планеты. Так вот, в нашей Солнечной системе эта область зависит от нескольких характеристик самой звезды. Вот в нашей Солнечной системе для нашего Солнца эта зона обитаемости лежит в таких пределах. Ну, примерно. Я рисовал от руки, поэтому, извините, если ошибся, на пару сотен миллионов километров. Как мы видим, у нас только две планеты попадают в ту область, где вода может находиться в жидком состоянии. В классическом понимании. Ну, вот, к сожалению, Марсу повезло меньше. Он, ввиду разных причин, о которых мы не совсем догадываемся, не может поддерживать жизнь. Земля пока еще может. Какая-то масса маленькая? Не обязательно. Ну, там много факторов. Там еще и столкновения, скорее всего, было с чем-то. Сегодня мы слушали про то, что там плиты не двигаются. Хотя это может быть следствием столкновения с астероидом. Следствие малой массы? Ну, да, возможно. Хотя, ладно, потом. Вот. Собственно, такую же зону обитаемости мы можем определить для любой звезды, потому что мы знаем параметры этой звезды. Мы можем посчитать, сколько света от нее до нас доходит, то есть, сколько энергии она излучает, размеры и тому подобное. А, да, забыл сказать, что вот здесь вот внутри горячо, там слишком холодно, а где мы живем в самый раз. Поэтому для n-ного, не очень большого количества планет, такие зоны обитаемости измерены. И вот этот график показывает, ну, он может немножко сложный, но он, по сути, показывает сравнение обитаемых зон вокруг разных звезд, разных характеристик, и вот где находятся планеты, которые найдены вокруг этих звезд. Вот зеленые, темно-зеленые, это, нет, вот полностью любой, весь цвет, это, по-моему, классическое понимание зоны обитаемости, более узкая часть, это там немножко другое. Ну, вот суть в том, что вот здесь вот лежат планеты, которые найдены, часть из них. То есть, вот все эти планеты, найденные с помощью телескопа Кеплер, возможно, на своей поверхности имеют воду в жидком состоянии. И тут нужно сказать об одной уникальной планете, которая была найдена, не помню, когда. Но по наблюдениям установлено, что планета очень похожа на Землю, где-то ее радиус размеров 10 раз больше, 10% больше всего, чем у нашей Земли. Один год, то есть, один оборот этой планеты вокруг своей звезды не сильно отличается от нашего. Ну, и звезды очень похожи. Так что это самый лучший кандидат на данный момент на то, чтобы называться второй Землей. Землей, господи. Вот. Но пока мы точно не знаем. В астерофизике вообще слово «точного» потребляется очень редко. И пока мы можем только догадываться о том, что там на самом деле происходит, но НАСА, как очень дальновидная организация, уже начинает готовиться к межпланетным, межзвездным полетам. Поэтому они открыли туристическое агентство или открывают вот некоторые плакаты, которые призывают людей, и вас в том числе, посетить только что открытые звезды, планеты. Все. На этом я закончу и с радостью отвечу на любые ваши вопросы, если не есть. Спасибо. У меня есть правый. Куда заявки оставлять? В НАСА. У меня есть вопрос. Ура. Ну, у меня вопрос такой, что вот эта вот зона обитаемости достаточно такая специфичная штука. В плане мы помним про TRAPPIST-1, систему. Она показывает, что там звезда, сама звезда очень маленькая, и, соответственно, зона питаемости к ней очень близкая. Получается, что вот была громкая новость, сейчас уже есть тоже плакаты красивые, путешествие на TRAPPIST-1. Просто мы же понимаем, что там могут быть планеты, конечно, с жидкой водой, но они настолько близки к звезде, поскольку она такая маленькая, что по другим характеристикам, не связанным, как бы излучение опасной звезды, там еще что-то все описывалось. То есть, астрофизики, типа Борису Штерну сказали, что вот, ну, такая обманчивая зона жизни. То есть, вода жидкая, она быть не может, поскольку характеристические звезды такие, вот такие моменты. А еще тоже интересно по поводу спутников наших планет-гигантов, да, то, что вода есть жидкая, не связанная с теплом, как бы, а связанная с контрационными воздействиями. А вопрос в чем? Ну, вопрос в том, что вот, насколько термин зоны обитаемости и зоны жизни подходят, если, как китерий, берется только вода, а вот, потому что есть другие воздействия от звезды, которые могут свести на нет именно жизнь в нашем виде углеродистой с водой. Нет, на самом деле, ну, понятно, что астрофизики смотрят на комплекс факторов, но основным, конечно, является наличие воды, то есть, если есть жидкая вода на поверхности, уже можно о чем-то говорить, да, то есть, можно дальше развивать исследования и проверять. Понятное дело, что, ну, вот с этой планетой Трапест-1, там проблема, насколько я помню, заключается в том, что звезда Красный Карлик, она не очень стабильна, у нее излучение не очень стабильное, и оно может повреждать планету, особенно близко к ней находящиеся, их атмосфера и то, что внутри. Поэтому не очень стабильные условия. У нас на Земле жизни потребовалось несколько миллиардов лет для того, чтобы развиться и достичь каких-то ощутимых достижений, высот. Вот, сегодня у меня все масло-масло. Поэтому, да, естественно, поэтому, собственно, сейчас вот эту планету и так потихоньку убирают из потенциально обитаемых. Но, опять же, со стопроцентной вероятностью искать нельзя, потому что статистики мало, и плюс методы, ну, то есть это не фотоаппарат. В прямом смысле слова мы не можем посмотреть, как на Землю с МКС, к сожалению, пока что. Но, может быть, через лет 40 технологии разобьются до такой степени, что можем, сможем, возможно, делать снимки. У меня вопрос есть. А зачем вообще ищут жизнь в каких-то миллионах световых лет от нас? Вообще, какой практически смысл этого всего мероприятия для нас, обычных людей, живущих на Земле? Это, конечно, хороший вопрос. Я его могу обобщить, потому что часто мне вздает, какой практически смысл от астрофизики. На самом деле, я могу ответить на оба вопроса. Во-первых, астрофизика это такая наука, которая поощряет в людях любопытство. Вот детское, самое простое любопытство. Нам интересно, как устроен мир. С другой стороны, ну, я очень сомневаюсь, что на Земле найдется хотя бы десяток людей, которые никогда в жизни себя не спрашивают, а есть ли кто-то там еще. Инопланетяне, они все смотрели эти фильмы. Всем интересно. Это то же самое любопытство. И ученые не сильно отличаются от обычных людей. Поэтому, собственно, они и смотрят. С другой стороны, находя планеты, пригодные для жизни, смотря на условия, которые на этих планетах существуют, мы же, опять же, астрономия, это, в астрономии мы измеряем не только расстояние, но и время. Соответственно, чем дальше от нас объект находится, тем в более раннюю эволюционную стадию этого объекта мы его видим. Если мы будем смотреть на разные объекты, на разные планеты, возможно, можно будет построить определенные модели о том, как зарождаются планеты вокруг звезд, как на них может зарождаться жизнь. Соответственно, в таком случае мы можем и на будущее предсказывать вероятность появления жизни на каких-то планетах, а также мы сможем анализировать прошлое нашей планеты, нашей Солнечной системы и понять, какое оно было и каким образом жизнь появилась на нашей планете. То есть мы как бы смотрим на чужие примеры и анализируем себя в том числе. Спасибо. Да, и небольшое отступление, практическая польза астрономии хотя бы в одном примере. У вас есть фотоаппарат? Да. Технология, с помощью которой зеркальный аппарат делает снимки и потом вам на флешку. Это все из астрофизики пишет. Вопросы? Вопросы по зону ожидаемости и если я правильно понимаю, то эпосфера защищает землю от радиации и так далее. То есть правильно ли я понял, что сейчас имеют средства обнаружения магнитиспер и губоких подавленных как за планеты? Нет, нет совершенно. То есть это может оказаться такая история, что обнаруживается планета, она оказалась как Марс на планете? Да, легко. Ну, мы ограниченный вид, но мы делаем что можем. И это достаточно много. Из лекции Сергея Попова эту тему что очень полюбил про экзобиологию по поводу то, что ты рассказывал по поводу газового состава. То, что сейчас реально находит кислород, кислород находит в других планетах и когда начнут чуть лучше отдать гады состав, такое дело, что планета с большим количеством кислорода, но откуда он возьмется, кроме как от жизни, поскольку еще есть процессы которые могут вызывать на планете ну тут вопрос в том насколько большое оно, то есть процентном соотношении я сомневаюсь, что сейчас мы можем померить. Вот, то есть я уверен там на марте тоже может чуть-чуть есть, вот, но этого недостаточно. а так конечно ну как это лучше описать да, естественно у нас будут все там одно маленькое доказательство, второе маленькое, третье, но пока своими глазами не увидишь конечно точно сто процентов сказать нельзя мы можем делать только предположения и статистически оправдывать вероятность чего-то еще вопросам? по поводу Венеры просто вспоминая фантастику 70-х ну и просто какие-то планы она была одним из кандидатов на терраформинг и у вас на графике скажу, что она за границами зоны жизни и у меня тут вопрос какие-то внешние факторы они делают ненуживание жизни кроме кислоты в этом свете? вы сегодня были на лекции Алексея? на статистике нет нет в общем да он рассказывал про изменение климата на нашей планете и про то как мы люди изменяем парниковый эффект на нашей планете и к чему это может привести Венера на ней случился парниковый эффект но он вышел из-под контроля я не уверен что мы знаем по каким именно причинам это случилось возможно вулканическая активность или еще что-то там выборцы углекислого газа метана но суть в том что парниковый эффект на этой планете вышел из-под контроля абсолютно и он поджарил всю планету то есть там температура как вы думаете где больше температуры на Меркурии которая ближе к Солнцу или на Венере на самом деле на Венере там приближается к 500 градусам Кельвина Цельсия потому что там вышел из-под контроля парниковый эффект ну так вопрос о том что мы делаем с нашей планетой но это опять же не спереди внешний фактор неинтересно Солнце из-за атмосферы так или иначе ну Солнце достаточно стабильная звезда и в прошлом она скорее всего тоже была стабильна то есть мы вряд ли сейчас знаем что произошло в прошлом с Венеры мы ну сколько мы туда станции отправили одна внизу стоит копия вот да внизу можете посмотреть то есть на пальцах ну максимум двух рук можем посчитать сколько станций мы отправили туда вниз а сколько выжило еще меньше поэтому мы об этой планете знаем очень мало мы вообще обо всем на самом деле знаем очень мало ну я же говорю я от руки рисовал я не претендую на абсолютную точность она примерно на границе то есть да там опять же это зависит от точного определения зоны жизни и это не совсем точное определение там есть много вариаций ученые постоянно спорят друг с другом об этом и обо всем остальном но она либо на границе либо чуть-чуть в ней либо чуть на факты это не влияет она мертва еще вопросы? тогда мы наверное поблагодарим лекторам спасибо 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 спасибо